Вот этот камень, да? Человеку захотелось. Он считает, что камень будет потеть, кормить дерево. Он будет подогреваться и ночью давать тепло. Ну, пускай так думает. Я ни при чём. А я говорю, студенту на экзамене. Ну-ка расшифруйте. Вот он начнёт про этот камень говорить, да? И получит двойку. Потому что говорить-то надо о чём? О том, что у него… Посмотрите, как он закопан, на какой глубине у него это самое. Семидоли, это под землёй. Ну, его верная смерть ждёт. А я не дошёл до того места, где крупнейший авторитет пишет про 10 сантиметров закопать. И вот таких фотографий мне однажды обратятся и скажут. Газарская премия уже готова, ждёт вас. Ну, вот последний штрих. Сделайте видео или даже не видео, а вот такие фото программу для студентов, чтобы не болтали вот всё, что про это, кучу этих самых терминов, сами не понимают, что это значит, а просто вот такие фотографии. Скажут, что у него это самое, семидоли закопаны, из-за этого Саленс погибнет. И на таких 500 вопросов ответят, и тогда он дас экзамен. Но это только половина, это теория называется, это нормальная теория, это практическая теория. Звучит странно, да? Не теория практики, а практическая теория. А вторая, вот когда он вырастет сад, где будут брать землю? Не нужен институт, у которого он идет, не нужен агроуниверситет, у которого нет своей земли. Для каждого студента по 5-10 суток. Где угодно землю, в аренду как угодно. Нету, закрыли институт. Кому нужны эти знания тупые, не нужны никому? Поступил студент, иди где хочешь доставать семена. По всей округе обращайся, хоть к железу, вот, к местным авторитетам. Ходи по садам, посмотри у кого как что растет. Вот, уже знаю вот это, где семя доли, чтобы не загубить. Вот, начинается то это, школьная пора осенью, посадишь, уже посадишь. Как хочешь, защищай от мышей, дело твое. Вот, хоть лови, хоть ловушки ставь. И через 5 лет предъяви комиссии по этот самый, плоды. Я, повторяю, этот самый, сам себе назначил экзамен. Я сдал его этот экзамен. Видели, сколько фотографий молодых деревьев? 3-4-5 лет, все, он ловится от плодов. И так каждый студент не смог, а ведь уже на готовом, так же ничего не стоит. Это не метод пруд-пошиба, когда первое три дерева, два пипина и один белый налив, нижние ветки отрезал, все три весной были мёртвые. Отрезал нижние ветки. Научили подлецы. И студенты так же. Учиться должны уже по новой методике. Вот таких 500 тысяч, а я в этом, вы знаете, сколько я бы хитрых этих бы задал. Это я, моя первая посадка. Это 35 лет назад. Старая фотография. Нахапал этих мощных, прекрасных этих малин. Они все сдохли. А их надо было садить как? Вот тут оставить вот такое вот столичко. А главное — корни. А вот это всё не нужно. Вот это вот. Потому что сюда силы тратились. Тратились, тратились, чтобы выкормить. А это уже всё. Это прошлогодний снег. Вы же знаете, что малина-то, она двухлетняя. Ну, второй год она должна плодоносить. А как же она невыкормленная так? Взять ему 30-двухметровые плети посадить. Вот. Это то же самое. То же самое, что вот это вот. Я начинал с этого. Меня вот эти учили. У-у-у. У-у-у. Вот эти вот. Вот. Ещё не полюнишь, даже укрупнил. Видели? Вот я таким же был. И сейчас большинство такие же. Ну что, наговорился? Время истекло. Две минуты лишние поговорил. Переходим к вопросам-ответам. ГОВОРИТ ПО-НЕЦКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСК